Период экономических и финансовых санкций против Беларуси и России вместе с тем время больших перемен и возможностей для обеих стран. Сегодня понятно, что интеграционные пути необходимо перестраивать, а объёмы товарооборота, производственно-кооперационные и другие связи с регионами России развивать. Дальнейшие шаги и реализацию совместных проектов обсудили в Бресте на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пензенской области Российской Федерации. Получаем открытую базу, что нужно сегодня нашим партнёрам из России. Это для машиностроения непосредственно различных направлений науки, техники, импортозамещения. То же самое и для нас это важно, потому что мы сегодня опять-таки тот регион, который сегодня серьёзно занимался экспортом. Мы выпускаем ряд направлений, которые специфические именно для Брестской области. Поэтому наши взаимоотношения в дальнейшем мы рассчитываем на долгие наши кооперационные связи. Стоит отметить, что соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между нашей республикой и Пензенской областью существует ещё с 2015 года. Прошлый год завершился с итогом по внешнеторговому обороту в 100 миллионов долларов. Но это далеко не предел интеграции, а только её отправная точка. К заседанию российская сторона сформировала список из 800 пунктов по импортозамещению. Всего в перспективе планируется реализовать 6000 таких позиций. Период, в который мы живём, диктует, что нам необходимо очень плотно сотрудничать по всем направлениям. Но прежде всего это по экономическому направлению. Нам очень интересно всё, что связано с сельским хозяйством. У вас тут хорошая селекционная школа. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было сотрудничество в части селекции. Это раз. Второе, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве в поставках сельскохозяйственной техники. Это второе важное направление. Третье важное направление – это всё, что связано с техникой в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Республика Беларусь экспортирует в Пензенскую область сельскохозяйственное оборудование, пластмассовую тару, фрукты, плиты ДВП, бытовую аппаратуру, газовое оборудование, сыры, мясную продукцию, бумагу, картон, отходы и лом чёрных металлов и другие товары. Взамен мы получаем мебель, шоколад, мощные кондитерские изделия, арматуру для трубопроводов. В процессе товарооборот задействованы предприятия «Брещины», среди которых «Брест» газоаппарат, «Инкофуд», «Пинскдрев», «Санторител» и «Продтовары». Их перечень будет расширяться. «Брестская область, в первую очередь, отвечает за сотрудничество с Пензенской областью. Это, я считаю, после нашей встречи достаточно глобальный такой масштабный проект взаимоотношений. Чем пригодится Брестская область? Конечно, мы сегодня прекрасно понимаем один из таких передовых сельхозрегионов, которые сегодня занимаются серьёзным экспортом нашей продукции, производством. Здесь самые высокие надои у нас в стране, неплохие урожаи зерновых культур. Мы сегодня занимаемся производством говядины, свинины, мяса птицы в том числе». Итогом встречи стало подписание протокола о сотрудничестве. Это позволит вывести взаимоотношения между регионами России и Беларуси на качественно новый уровень. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Макареевич, телекомпания БУК-ТВ.